Не во всех странах мира лояльно относятся к представителям сексуальных меньшинств. В мусульманских странах к представителям ЛГБТ применяют довольно суровые наказания, от телесных до смертной казни. Социологический сервис Asher & Lyric опубликовал в конце 2019 года рейтинг, и оценил отношения действующего законодательства к однополым отношениям. Среди государств нежелательных для пребывания ЛГБТ туристов отмечают Нигерию, Катар, Йемен, Саудовскую Аравию и Танзанию. Это африканское государство чаще других фигурирует в сводках СМИ по жестокому обращению с представителями сексуальных меньшинств. Однако законы шариата действуют не на всей территории страны. В одних регионах можно отделаться поркой плетями, в других провести за решеткой 14 лет, а то и вовсе расстаться с жизнью. В Нигерии караются и любые выступления в поддержку гомосексуальных связей. Самые опасные города мира для туристов не случайно попал в список. Представителей ЛГБТ однозначно ждет смертная казнь. Но только в том случае, если в однополой связи были уличены мусульмане. Туристам не стоит прилюдно демонстрировать более, чем дружеские отношения, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Мальта назвала страны, откуда готова принимать туристов. Для российских туристов есть неплохие новости. На его территории действуют законы шариата, согласно которым незаконными признаются как однополые отношения между мужчинами, так и между женщинами. Самое суровое наказание – забивание камнями. Применяется кодекс к женатым мужчинам-мусульманам и мужчинам любого вероисповедания, вступившим в связь с лицами, исповедующими ислам. Женщин ждет тюремный срок от 3 до 7 лет. Неженатые мужчины могут отделаться публичной поркой. Опасные фото – за 6 лет в мире погибло 259 туристов во время селфи-отношения к гомосексуалистам и лесбиянкам схожи с Йеменом. Однако сегодня смертные казни практикуются редко. В основном в провинциальных регионах. Чаще любовники отделываются наказанием плетями или небольшим тюремным сроком. ЛГБТ-представителей в стране ждет пожизненный тюремный срок или заключение под стражу на 20 лет. Опасность заключается в том, что наказание ждет не только совершивших преступления, но и граждан, заподозренных в однополых связях. Достаточно доноса, чтобы отправить человека в тюрьму. Стоит отметить, что в последнее время проходит легализация сексуальных меньшинств. В том числе и в странах Азии или Африки. И если к местному населению, заподозренному в связях между мужчинами или женщинами, относятся крайне сурово, то к туристам – более лояльно. Однако во время путешествия стоит проявлять осторожность и уважительно относиться к законам и традициям страны, выбранной для путешествия.